Зимой мороз, летом жара. Самые неподходящие условия. Весна в Иркутске, время дорожных трещин, выбоин и ям. Автомобилисты к этому уже готовы. Хорошие дороги. Надо машины соответствующие нашим дорогам покупать. Вот такую машину. Любые дороги не страшны. Юбилейный для Иркутска год богат на ремонт. И пробки, пыли, шум дорожной техники начнутся с наступлением тепла в начале мая. В списке на этот год Карла Маркса, Партизанская, Байкальская, Дзержинского, Тимирязево, Депутатская, Волжская. Больше десятка улиц. На некоторых ремонт уже начат. Головная боль автомобилистов. Участок дороги от бульвара Гагарина до улицы Ленина. Здесь полностью поменяют дорожное покрытие и тротуары. Водителям придется запастись терпением. Подобный ремонт пройдет почти на всех центральных улицах города. 3 миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог при Ангарии из федерального, областного и городского бюджетов. Об этом сообщил министр дорожного строительства при Ангарии. На эти средства достроят новейший мост и укрепят набережную, а также отремонтируют улицы. На город Иркутск в этом году федеральных средств на дороге города Иркутска расходуется 1 миллиард 65 миллионов рублей. На берега укрепления набережной Иркутска, которая проводится и активно сейчас идет, расходуется средств федеральных 720,3 миллиона рублей. В Иркутской области почти 13 тысяч километров автомобильных дорог. Из областного бюджета на капитальный ремонт трасс выделено больше миллиарда рублей. Отремонтируют дорогу в Марково, отрезок от Пивоварихи до Новой Лисихи, участок Иркутск-Качук-Захал, а также трассу Иркутск-Оса-Устяда. В строительстве планируют применить высокие технологии и современные материалы. Ноу-хау – полимерные бетумные смеси. Температура хрупкости ниже минус 30 градусов и температура размещения выше 60 градусов, что позволит на основных магистралях применять эти вяжущие для того, чтобы увеличить в два раза межремонтные службы и соответствующим образом закрыть тему образования трещин. Ремонт каждой дороги должен проходить минимум раз в 6 лет, капитальный раз в 12. Пока сроки немного больше. Дорожники не успевают отремонтировать 14% покрытий. Все ремонтные работы, которые начнутся в этом году, должны закончиться до 2012-го.